Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Также у себя в Твиттере я провожу опрос. Там типа «Какое ваше финансовое состояние?» И результаты мы посмотрим в конце этого видоса. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки и начинаем с биткоина. Биткоин прошел вверх на 61500, а вчера вечером опускался на 60700 долларов. Но давайте переключимся на недельный таймфрейм. Там по-прежнему все та же проблема торговые объемы. Как закончилась предыдущая неделя? А предыдущая неделя закончилась снова низкими торговыми объемами. Посмотрите, чем заканчивалась предыдущая неделя. Там биткоин поднимался на 64000, опускался на 56000, и затем был отскок. И вот посмотрите, какие там были торговые объемы. Там было проторговано на деривативах 1 миллион биткоинов. А на прошлой неделе 670000 было проторговано. Три недели назад 650 тысяч были торговые объемы. Поэтому можно сказать, что объемы падают, к сожалению. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале 2023 года. До сих пор не переворачивался в продажу. Стохастик направлен вниз на недельном. И также видите на графике желтую трендовую линию, которая тянется еще с прошлого года, еще с августа. И если биткоин подойдет к этой трендовой линии снова, то это получается какой там уровень. А там, кстати говоря, и другие факторы тоже сходятся. Посмотрите, нисходящий канал, в котором сидит биткоин, тоже ведет в эту точку. Совпадается с желтой трендовой линией. И это уровень примерно 52500 долларов. Перейдем теперь на дневной таймфрейм, посмотрим, что там. Стохастик направлен вверх. Объемы падают. Прошлая неделя, позапрошлая, все это падение в торговых объемах. Объемы предсказывают цену. Вот почему я по-прежнему думаю, что биткоин идет в зону 53 тысячи. 50, ну сколько там? 52 тысячи 700 долларов. Это моя цель по-прежнему. Там я ставлю ордера на покупку. И в принципе эти торговые идеи можно пока что и оставить. Четырехчасовой стахастик направлен вверх. Видим какой-то отскок на четырехчасовом таймфрейме. Немного подрос биточек на четырех часах, опускался на 60 тысяч 700 долларов и поднялся на 61 500. Проблемы, сука, в объемах. Стахастик направлен вверх, но объемы это проблема. И также здесь бычий флаг на биткоине. А из бычьего флага, как правило, выходим вниз. Понятно. Я бы ожидал как минимум двойное дно на 56 тысяч. Но скорее всего биткоин идет в зону 52. Там, где сходятся многие факторы. Но можно рассчитывать на какой-то отскок от 56 тысяч, где двойное дно. 56,462 цена входа. Стоп лосс на 56,301. И тейк профит на 61 тысячу долларов. Риск 161 доллар. Заработать можно 4,624. Это один вариант, как зайти. Но основной вариант, на который я рассчитываю, это зона 52 тысячи. Здесь цена входа 52,791. Стоп лосс на 52 тысячи. И тейк профит на верхнюю границу канала на завершение пятой волны лета. Смотрите, что я ожидаю теперь биткоин сделает. Я ожидаю, что биткоин пойдет к трендовой линии, к этой желтой. И затем пойдет на завершение пятой волны лета. На 88 тысяч долларов. Опять же, две торговые идеи. Одна. Заходим на 5,6462. Стоп лосс на 56,300. Тейк профит на 61. И вторая торговая идея – зайти пониже. Это более безопасный вариант. Основной, на который я рассчитываю. Зайти от 52,791. Стоп лосс на 52 тысячи. И тейк профит на 88 тысяч долларов. Риск 759 долларов. Заработать можно 36,500. Я думаю, что биткоин пойдет вниз на 52 тысячи с такими низкими торговыми объемами. Если мы раньше, конечно, не увидим какой-то всплеск на объемах. Видите? Потому что объемы падают. Объемы предсказывают цену. Поэтому я поставил цель на 52 тысячи долларов. На моем торговом аккаунте Bybit. 624 тысячи 900 долларов. За 30 дней было 602 тысячи. То есть, получается, так и так двадцатку заработал. Но было 669. Не зафиксировал эту прибыль. Баланс пошел вниз. Поставил уже ордера на биткоине. На 53 тысячи и на 56. Как раз вот примерно по этим торговым идеям. А тут чуть выше, чем 52,700 я поставил. Просто чтобы поставить на какое-то круглое число. На 4 биткоина у меня там заявка. По 53 тысячи. И на 2 биткоина по 56 тысяч долларов. Попробовать поймать отскок, о котором я только что говорил. Здесь на 56 тысяч. Может быть, двойное дно. Это что касается деривативов. И на споте тоже есть ордера на покупку. На ворлдкоине по 5 долларов 30 центов. Юнисвап по 4.60. Доджкоин по 10 центов. Биткоин по 55 тысяч. Покет по 10 центов. И ворлдкоин по 3.60. На аккаунте 625 тысяч долларов. USDT на 319 тысяч 900. 1 биткоин. Ворлдкоин на 41 тысячу 700 долларов. Вчера я, кстати, докупил ворлдкоин. Взял еще на 20 тысяч долларов. МСРТ на 41 тысячу 500 долларов. Плюс 3%. Покет на 39 800. Не движется. Доджкоин на 37 тысяч 500 долларов. Юнисвап на 13 200. Вот такие дела. Додж Покет Ворлдкоин. Там нормально затарился уже. В общем, как-то так. Сделали теханализ по биткоину. И давайте посмотрим еще на эфириум. Кстати говоря, если вы хотите, чтобы я какую-то монету проанализировал, пишите об этом в комментариях. Эфириум. Основная трендовая линия. Здесь, на 4-часовом таймфрейме. И видите, что эфир тоже идет вниз. Создается давление. Давление. Ну, похоже, что... Вроде как уже скоро это падение закончится на эфире. Может быть, еще один дамп будет, конечно. Чи-джих. Чик. И затем отскочили. Но, опять же, нужны торговые объемы. Все та же проблема. Они падают. Когда объемы падают, и цена падает. Объемы предсказывают цену. Прямо сейчас эфириум выглядит... Вроде бы неплохо. Этот нисходящий треугольник. Внутри создается давление. И можем вылететь вверх даже из этого треугольника. Обычно нисходящий треугольник так работает. Выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Но проблема, пиаджа. Торговые объемы, которые сокращаются. А стахастик, смотрите, на дневном в перепроданности уже. На недельном стахастик идет вниз. На месячном стахастик в перекупленности. Хороший уровень поддержки на эфире находится на отметке 2500 долларов. 2700 долларов. Тоже поддержка. Но мне кажется, что эта трендовая линия, от которой отталкивается, то здесь тоже поддержка получается. 2800 долларов. И здесь можно попробовать зайти в лонг. Вот 2800 долларов. На выход из этого треугольника. И тянем тейк профит до уровня сопротивления. Которое, я бы сказал, вот здесь. Но опять же падают торговые объемы, поэтому без фанатизма тут в лонг нужно заходить. Потому что объемы предсказывают цену, а объемы падают. Но как вариант. Стоп-лосс на 2,784. Тейк профит на 3300 долларов. Теперь посмотрим на общую капитализацию рынка. 2,2 триллиона долларов. Здесь я вижу бычий флаг. Вроде как бычий флаг, смотрите. Но идем пока что вниз. Опять же, мы должны пройти 70% длины. Так это работает нисходящий треугольник. Давление, давление. И выходим вверх. Возможно, конечно, такое, если, опять же, будут хорошие торговые объемы. То можем снова зайти в какую-то бычку. Ну, посмотрите, на выходных-то не было сильных продаж, сильного падения. Но, опять же, лучший вариант заходить в лонга. Это точка конфлюенции, которую мы видели на биткоине. Здесь 1,9 триллиона долларов. Есть, конечно, шансы, что вылетим вверх. Так, чик, и полетели. И тогда продолжим эту бычку. Но также есть вероятность того, что вниз пойдем. К этой точке конфлюенции. На 1,9 триллиона долларов. Поэтому, в общем, сегодня очень важный день для рынка. Либо мы увидим хорошие прорывы. Продолжение этого бычьего рынка. С хорошими торговыми объемами. Либо объемы продолжат сокращаться. И биткоин упадет на 52 тысячи. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. И торгуйте вместе с другими трейдерами. Теперь посмотрим на мой твиттер. 84 тысячи 900 фолловеров. И вот голосование. 15 тысяч человек посмотрели вчера мои видосы. Это целый стадион. Насколько богат этот стадион? Какое ваше финансовое состояние? 20% больше тысячи долларов. 21% больше 10 тысяч долларов. Больше 100 тысяч долларов 19%. И что очень интересно, 40% моей аудитории – это миллионеры. Два часа еще остается до завершения этого голосования, так что можете тоже проголосовать. 15 тысяч человек вчера посмотрели мое видео. В одном только твиттере его посмотрели. Больше 6 тысяч человек. Интересно, что 8 минут среднее время просмотра. Это хороший результат. Ну и на этом на сегодня будем заканчивать. Посмотрим, как там пойдут дела на рынке. Держится ли биткоин, прорвется вверх на хороших торговых объемах. Или же мы пойдем вниз, потому что торговых объемов нет. Есть, конечно, признаки того, что будет этот прорыв. Единственное, чего не хватает – это торговые объемы. Будем внимательно наблюдать за рынком. Обязательно читайте мой твиттер. Там я даю самую оперативную информацию. Быстро реагирую. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Уже 4 года я записываю эти видосы. Каждый божий день. Это все бесплатно для вас. И надеюсь, это вам приносит какую-то пользу. Так что смотрите, учитесь, обучайтесь. Обязательно переходите в твиттер, проголосуйте. Джеймс Криптогуру, синяя метка верификации, не перепутайте. Скажите, насколько вы богаты. 15 тысяч человек посмотрели вчера мои видео. Это целый стадион. И насколько богаты зрители. Нужно, чтобы больше людей проголосовало. Поэтому сходите, проголосуйте. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.